Мы сейчас находимся в столице на пересечении вот Аблайхана и Мусрепова, правильно? Здесь нас пригласили жильцы близлежащих домов для того, чтобы мы разобрались в следующей ситуации. Замечательный сквер, зеленый, прекрасный, начали вырубать, и там сейчас хотят построить один дом. Тут, получается, второй дом хотят построить. И, естественно, все жильцы возмущены и пытаются разобраться, какое право вообще имеют здесь что-либо строить. Тарас, имеется ли разрешение на вырубку этих деревьев прекрасных, потому что мы же за зеленый город, а тут, получается, у нас обратная ситуация. Но еще очень много сопутствующих вопросов, в которых мы сегодня попытаемся разобраться. Это программа «Проверена» Верой Захарщук. Здравствуйте. Останьтесь с нами. Субтитры делал DimaTorzok Вот ради вот этих 14 квартир у нас вырубили деревья, которые здесь росли более 20 лет. Их сажали еще целеноградцы. Вырубили деревья и лишили надежды на сквер и площадку, которую обещали соорудить здесь на участке местные чиновники из Акимата и даже попытались начать. Но у застройщика, который когда-то приобрел здесь землю, оказались другие планы. Этот вопрос стоял больше 20 лет. Наконец-то, отликнулись, в прошлом году начали делать. Потом начинаются вот эти затыки. А мы здесь не можем делать, здесь частный застройщик, это частная территория. С 11 июля приходят, начинают рубить. Э, вы кто? Вы что? Что вы здесь собираетесь делать? А мы готовим площадку для строительства. Какого строительства? А жилой дом? Какой жилой дом? Они нам предоставляют целый комплект документов. Вот, типа, у нас все законно, отвалите. Однако, законно здесь все оказалось лишь на первый взгляд. Показывает нам протокол общественных слушаний. Но, начиная смотреть, общественных слушаний на самом деле не было. Они были на бумаге. Там обозначен некий такой Эльнар Ибраев, который представляет всю общественность. Его здесь никто не знает. Общественное слушание проводилось согласно правилам проведения общественных слушаний. Там не ограничивает количество заинтересованных лиц. Может быть, и один, а может быть, и 21. Это глобальная проблема, потому что на примере конкретных людей такие ситуации происходят по всей стране. Мы все это называем общественными слушаниями. Значит, если вот такие происходят моменты, казусы, что каждый трактует закон как ему удобно, значит, нужно что-то изменить в нормах организации этих общественных слушаний. Да, согласно, вот уже правила вносятся, изменения. Еще одно нарушение в сроках продолжают активисты. В декабре они получают разрешение на СМР в декабре 2020 года. Здесь они движением все начинают 11 июля. У них нормативный срок строительства по экспертному заключению 5,5 месяцев. То есть на момент начала срубки у них уже как бы он истек. Соответственно, должны были это все обновлять. Начали позже срока и, как выяснилось, без каких-либо разрешений. Застройщика за вырубку оштрафовали. Теперь вместо 11 деревьев они должны высадить 220. Вот только делать эта компания не собирается. Они должны восстановить. Вы сейчас как-то контактировали с этим застройщиком, да? С вами он разговаривал? Разговариваю, да. С нами никак не хочется. Нет, с нами контактируют, да. Они обещали вообще-то предоставить гарантийное письмо. Мы им срок поставили до 16 июля вообще-то предоставить гарантийное письмо. Они не предоставили гарантийное письмо. Сказали завтра, завтра предоставим. Но до сих пор нет. Сейчас мы уже готовим исковое заявление. Возможно, нарушение у строителей по незнанию. А как показало расследование жильцов, проектировщик и застройщик в этом деле новички. Проектировщик Астана Курлыс проект. Но дело в том, что за Астана Курлыс проект не числится ни одного, ни одного, повторяю, ни одного инженерно-технического работника проектной организации. То есть он до этого вообще ничего не делал? Ну, по сути дела, у них опыта нет. Сдачи в эксплуатацию готового объекта. У КАС «Спецрезерв» нет опыта строительства объекта с нуля и ввода его в эксплуатацию. Вы тоже не проверяете тех инженеров, которые это все рисуют, грубо говоря, да? Да, мы это не проверяем. Нам приносит, имеется в виду, эскизный проект с действующей лицензией, которую тоже выдаем не мы. По сути, любой. Вот я сейчас могу нарисовать себе диплом, да, и, в общем-то, сказать, вот, и вы меня проверять не будете. Нам был представлен эскизный проект, где он был составлен, нарисован в рамках всех законных требований. Все было по нормам, по снипам. А вот жильцы так не считают. В проекте, да, у них эксплуатируемый, вот, на кровле газон. Ну, кто над жилой частью будет делать газон? Я обратил внимание на такой момент. Здесь у нас вот текущая отметка 359. У них отметка нуля, это чистый полк первого этажа. 361. Ну, два метра досыпать, куда они собрались. Ну, в данный момент, ну, сейчас у нас полномочий. Нет, чтобы перед каким-то подпиской эскизы проекта выезжать, проверять. В последующем несет ответственность сам проектировщик и сам застройщик. Вы же сами говорите, что было бы здорово, если бы у вас были полномочия такие. Это было бы продуктивно. Ну, да, было бы здорово, да. И было бы нам интереснее уже понимать, как-то пощупать, что, к чему, ну. Вот. А пока работают вслепую. Отсюда и казусы. Кроме того, жильцы вообще сейчас переживают за свою безопасность в будущем. От такой близкой застройки. У нас окружают кирпичные дома. А здесь будут забивать сваи. Вот этот дом, 55-й, он в трещинах. Вот. Кто может дать нам на сегодняшний день вот такие обязательства? Гарантию. Гарантию, что если вдруг у меня что-то произойдет с квартирой, мне предоставят другую квартиру. Никто об этом не говорит. Оказалось, что вокруг дома жителей появятся не только многоэтажки, но и пристройки прямо к их подъезду. Решение о таком проекте прописано в городском генплане еще в 2004 году. Правда, после возмущения людей и вмешательства президента от идеи тогда отказались. Но жильцы переживают, что к этой идее могут снова вернуться. Вот, получается, тот самый подъезд, которому хотели в каком году? В 2008, да? Пристроить сюда еще дополнительный подъезд. Вы его отвоевали. Президенту отправлено письмо. Хорошо, он помог. Все хорошо. Но из генерального плана это не снят. Да, и из ответа Акимата недавно у них запланировано, что между 55 и 57 домом предусмотрено строительство еще одного дома. Именно шестиэтажного подъезда. Если оператор сейчас покажет, я говорю, вот здесь и места-то нет. Куда здесь пристраивать? Вопросы к генплану столицы возникают все чаще. Он уже давно требует корректировки. За многие годы город значительно разросся и видоизменился, но местные власти руководствуются все тем же разработанным 20 лет назад проектом. Вот и на вопрос жителей, а зачем так близко друг к другу строить многоэтажки, лишая населения вот таких вот сквериков рядом? По Кемате ответили, что так надо, сославшись на тот самый генплан. Я до этого, когда программу делали, говорю, что вы не строите, говорю, у нас степь, да степь, у нас в Казахстане столько земли. Строите. Они говорят, ну, дорого городу тянуть инженерные сети. Лучше вот впихнуть там, где они уже есть, поэтому это быстро продается, быстро покупается, и это бизнес, понимаете? Строится дешево, продается дорого. Да, и прикрываются, знаете, чем? Что мы идем по международному опыту, там, нью-йоркскому, европейскому. Идея неплохая, мы тоже за то, чтобы в шаговой доступности и близко, но мы за то, чтобы в шаговой доступности у нас были больницы, школы, какие-то детские сады, потому что вот уже много тут многоэтажных домов. В итоге теперь все, что остается людям, это только уповать на добросовестность застройщика, который никак не идет на контакт. Связаться с руководством компании жители пытались не раз, и мы планировали переговорить с директором Аскаром Олимбаевым, но представитель его сначала пригласил нас на встречу. Хотели бы от вас комментарий получить, если у вас все в порядке? Я же вам говорю, я же объяснила, у нас все документы в порядке, все. Приезжайте в офис, получите все документы. До свидания. А потом почему-то перестал брать трубку. Все вопросы у нас к застройщику, да, их очень много, и мы, к сожалению, в этой программе ответов от него не получим, но надеемся, что он смотрит нашу программу и как-то пойдет на контакт со всеми. И с чиновниками, и с жильцами, и с нами, чтобы найти один большой компромисс, который устроит всех. Он вправе подойти к нам с заявлением, чтобы мы ему предоставили землю равноценную, в другом месте, чтобы тоже его устроило. Но так как, получается, он не... Ну, это долгая процедура, и, насколько я знаю, по практике, каждый застройщик долго вот эту землю выбирает. В противном случае люди намерены действовать решительно. Готовят письмо в Генеральную прокуратуру и написали уже и президенту, и Ельбасе свой сквер, намерены отстаивать они любой ценой. Мы созываем здесь сами общественные слушания и будем инициировать несение в ПДП соответствующих изменений, чтобы сюда уже, ну, вообще вопрос не вставал, что здесь что-то можно, что-то делать, что-то строить. Здесь должен быть сквер, его нельзя сносить. То же самое касается и того пятачка с торца 55-го дома в сторону 57-го дома. Теперь давайте все вместе научимся как-то с помощью диалога решать проблемы людей, чтобы остались довольны и застройщик, и жильцы, и власти города. Очень хочется, чтобы наша программа, ну, как-то вот повлияла на это. Если можно, если услышат нас власти, пожалуйста, помогите людям. Все. Мы только за. За открытый диалог, за открытое общение. Мы потом с удовольствием по пятам снимем еще один проект программы «Проверено», как будет решен этот вопрос, и сделаем это с удовольствием и готовы сказать кому-то спасибо. Просто определитесь, кого поблагодарить для решения этого вопроса. На этом у нас все. До следующего четверга.